Спасибо! Классный мультик, да? Возвращаемся в нашу уютную студию. У нас тут свой мультик. У нас тут свой мультик. Мы наблюдали немножко британский мультфильм. Ну что, будет у нас? Дайте нам. Уже реагируют? Реагируют. Знакомые нотки. Кажется, я знаю эту мелодию. Конечно, конечно. Кассета. Так и просится. The best of the best. Так и просится. Друзья, сегодня у нас в гостях, помимо отчевательной девушки, еще и присутствует Бритни. Бритни, ну не та, которая исполнительница, но тем не менее, также британка. Самая, что у меня есть, настоящая. Зовут, по крайней мере, также Виктория Мелькевич, Краттор общества бездомных животных «Хатика». Вновь у нас в гостях. Доброе утро. Спасибо, что вы время нам уделяете. Не щадите, не щадите вещей своих. Вот я вижу, что Бритни, она... Переживает. Переживает, соответственно, вот... Вот посмотрите, друзья, хочется обратить внимание. Да, потому что мы-то тоже этого не знали, нам рассказала Виктория о том, что вот таким вот образом кошки переживают. Потеют, да. Потеют. У них происходит потоотделение через люнюю, через ручку. А каким-то образом это... Ну, понятно, что мы сейчас как бы находимся для нее в стрессовой части ситуации, много света, много внимания со стороны окружающих. И, собственно говоря, каким образом вообще, в принципе, можно, допустим, успокоить в данной ситуации кошку? Я вот, у меня было три или четыре, и я ни разу не наблюдал вот такое у них. Я тоже вижу впервые, чтобы кошка дышала, как собака. Ну, в первую очередь, не стараются спрятаться. То есть все-таки, если есть возможность, необходимо, да, позволить ей спрятаться. Если... Вот как мы собирались поговорить с вами о первом периоде адаптации, то у кошек такое часто бывает, когда у них первое время, им все незнакомо, ново, новые запахи, им просто надо к этому привыкнуть. Если кошка у вас, когда вы только ее взяли у нас там, или еще где-то, сразу же забилась под диван, то это, в принципе, нормальная история. Ей надо сначала просто, ну, новые запахи, изучить, обнюхать. У них же это более чувствительно. Привыкнуть к свету, там, к каким-то шумам новым. Так что, если кошка находится в следующей ситуации, то лучше ее лишний раз не беспокоить, не создавать тем самым ей еще больше. Мы немножечко еще побудем с очаровательной этой кошечкой в компании, чтобы просто показать, какая она прекрасна. Виктория, расскажите, пожалуйста, вот история Бритни, как она к вам попала. Расскажите про породу кошки, про возраст, ну, вот все-все-все, что можно знать. Да, она британочка. Ей где-то 3 года, то есть она не сильно возрастная, ну, не молодая уже, конечно, но в целом это достаточно такой средний возраст, так сказать, примерно, как бы по меркам кошек. Это комплимент, да, надеюсь? У нее уже сделаны все процедуры, то есть она стерилизована, с фриючками со всеми, то есть можно не переживать, что она чем-то серьезным заболеет или в этом роде. Ну, найдена была так же, как и большинство животных в подвале, то есть, скорее всего, ее выставили. А может быть, она потерялась или это исключено? Она у нас уже достаточно длительное время, и мы проводим в социальных сетях различные поиски, то есть у нас по каждому подопечному обычно каждый день выкладывается поиск в различные группы, как в наших, так и в дружеских группах. И если бы хозяева ее искали, то определенно уже бы нашли. Ну, вот вы говорите, что она переживает, но тем не менее, посмотрите, ну, вот это, видимо, у нее просто происходит уже на каком-то интуитивном уровне, но вот глаза абсолютно спокойные, и вот она даже вот подвиживается. Она в целом очень спокойная, то есть она вот так давно приехала ко мне, например, я в школу, у меня, помимо этого, еще есть достаточно шумная собака, не особо дружелюбная, и они достаточно быстро подружились. Серьезно? Да, она как-то не акрессировала, не хидывалась, ничего. То есть это такой отчасти стереотип, можно, в принципе, сдружить кошку и собаку даже не с самого раннего возраста? Это, да, зависит просто от характера животного. Если животное само по себе достаточно агрессивное, кидается, то, ну, понятно, что у них будут постоянные драки, ссоры в этом роде. А если это спокойное животное, оно будет как-то нейтрально относиться, то они со временем свыкнутся и подружатся. Ну, вот есть такие случаи, когда животные вообще никак не могут адаптироваться. Ну, да. Виктория, вот про стереотипы вы говорили, еще один вот такой момент, что наверняка многие считают, да и хочется понянькаться с маленьким котенком либо щенком. То есть стереотип заключается в том, что большинство людей думают, что проще воспитать и лучше брать животное маленькое. А ты же понимаешь, что это ответственность, что котята, они более шаловливые, более непослушные, надо быть готовым к тому, что у вас будет испорчена мебель, кругом будет написано что-то подрано в этом роде. А взрослые так не сделают? Они уже все-таки приучены и более спокойны, им как-то, ну, не надо, но висит эта шторой, что нам не мешает. А вот котятам интересно все залезть, но потрогать в этом роде. Так что, если вы не боитесь портить вещи... То есть получается полностью, этот стереотип разрушен, что взрослые животные уже не нужно воспитывать. Опять же, может быть, оно воспитано... Нет, они привыкают. То есть животные со временем подстраиваются под хозяев, так же, как и, в принципе, люди под друзей. То есть мы же стараемся вести так, чтобы нам было хорошо, весело как-то с друзьями. И животные так же, они стараются, ну, если видят там, что человек каждый утро ходит там на кухню, он тоже ходит за ним, ластится, обнимается. Так что, ну, как бы понятно, что если запрещать что-то животное, то оно все временем поймет, что ему это нельзя. Так что воспитание не зависит от возраста. На самом деле котята даже более, так сказать, невосприимчивые. То есть если кошке ты там сказал, нет, не лезь, не иди сюда, все, он понял, что нельзя. А котята, ой, там что-то меня не пускают, пойду еще раз проверю, вдруг мне так. Так что процесс воспитания со взрослыми животными даже легче, чем с котятами, на самом деле. А вот последнее по поводу взрослого животного. Привязать к новому хозяину взрослого животного. Возможно, и это несложно. Да, конечно, у нас часто бывает даже, что на передержке, если животное находится длительное время, потом мы, ну, находим на тому животному дом, забираем, а оно ни в какую все, оно остается уже на передержке, что оно привыкло там, оно не адаптируется. Бывает такое, что если животное прям засиживается, по поводу, там, в какой-то ноте, или же самая передержка очень сильно привязалась, полюбила животных. Хочется мне спросить, вот у меня и родители, они на примере моих родителей, они живут в частном доме, было найдено в свое время два котенка, которые в дальнейшем привязались, разумеется, но это же как бы деревня, и эти животные, они, ну, сами по себе гуляют. Там побыли-побыли дома, раз вышли, потом, разумеется, возвращаются. Относительно взрослых котов или котят, или кошек, когда вот люди их берут, например, в частные дома, сколько времени нужно их адаптировать, допустим, сколько, ну, желательно, может быть, не выпускать на улицу, или, может быть, там, прогуляться с поводком, чтобы в дальнейшем уже животное, если захотело пойти погулять, оно может пойти погулять и, может быть, вернуться. Вот такая ситуация. Нет, на самом деле, надо понимать по характеру животного. То есть, есть такие достаточно пугливые животные, очень спокойные, которые, в принципе, не будут как-то выходить на улицу, и надо понимать, что такое животное в частный дом уже не пойдет. Ну, мы как-то строжко стараемся отдавать, потому что там же в частных домах, ну, вот, говорите, по деревне там же бегают не только котики, но еще и собачки, и прочие угрозы для животных, так что это не совсем наше любимое, что чаще всего мы даем животное в частный дом только под условием того, что выпускать не будут вовсе. То есть, если вот вы готовы к тому, что у вас будет стоять лоток, вы будете как-то, ну, в квартире убираться за ним, так же вот, тогда мы можем пойти на уступки, ну, если прям, чтобы это было уличное животное, ну, мы ведь старались, пытались все-таки дать животному второй шанс, а выпускать его, как говорится, опять на улице нам не хочется, согласитесь. Животное уже поняло, что... Просто такое выражение. Вообще у этой Бритни, она, мне кажется, петь хочет, вот открывает. Вокала, вокала просится. Итак, друзья, еще раз напомним и покажем те координаты, по которым нужно дозвониться для того, чтобы забрать вот эту очаровательную исполнительницу. Пускай она исполняет и в вашем доме, и дайте нам, пожалуйста, музыкальную нашу заставочку, пускай она фончиком немножечко поиграет, и вы с легкостью запомните имя этой очаровательной кошечки, ее зовут Бридни, фамилии у нее не имеется, пускай она... Фамилия будет ваша? Ваша, именно так присвоите ей. Ну, действительно, это настоящая британка, да, самая, что есть, настоящая породистая, чистокровная. Воспитанная кошка. Как Сергей сказал, спасибо, что музыку включили. Будет исполнять ее. Я уверен, что ее уже научили, исполнять она в любом случае не будет, она будет вести себя порядочно, ну, потому что все-таки взрослая, взрослая особь. Скажем, большое спасибо нашей гости, Виктория Милькевич, куратурщик бездомных животных, Хатико. Я уверен, что Бридни в скором времени отправится к новым хозяевам, привыкнет, и будет счастье всем. Да? Да. Я за это. От таких вот, скажем, небольших домашних животных можно перейти, наверное, менее домашним, но в то же время более-более к ручным, скажем так, к ручным, а может даже, можно сказать, и ножным. Ручным и ножным животным. Ну, порнокопытным. Давай вот так их назовем. Да-да-да-да. Открытие конного сезона, если вот так прямолинейно говорить. Собственно, спортсмены готовят своих лошадей, сами себя готовят, но это не какой-либо мотоцикл либо болит Формулы-1, это вот нечто другое. Как это происходит, как готовиться к сезону, узнаем из следующего сюжета.